В какой-то момент ты ощущаешь, что достиг какого-то статуса, что ли, и если ты считаешь себя человеком образованным, культурным, то все-таки основательное советское образование во многом этому поспособствовало. Но в какой-то момент я почувствовал, что в своем доме надо иметь тот предмет высокого искусства. Самая первая вещь, это, наверное, акварель серова. Семья всегда оказывает влияние. Если семья полноценная, то даже если она не участвует напрямую, если твоя жена отдалека от этого, а твои дети пока не интересуются, все равно они есть. И так или иначе они оказывают воздействие на все. Реальное взросление происходит вместе с детьми. Дети для тебя заставляют больше задумываться и о самоидентичности, и о том, что ты хочешь... Какой месяц ты хочешь им оставить? Чуть позже ты понимаешь, что это может распространиться не только на семью, на детей, на больший круг людей. И так вот постепенно, с одной стороны, по постепенно, с другой стороны, явно происходило как-то ступенчато... Вот, происходил какой-то качественный переход. Вот я понял, что надо... Что не хватает... И что хотелось бы оставить свою вкладку в чем-то, ну, уже более крупном. Как татарин, как человек мусульманского происхождения, я почувствовал потребность провести вклад именно в это. Даже если на поверхности те или иные произведения искусства, они вроде бы не относятся к исламскому искусству. Тем не менее, у нас не может быть такой ситуации, чтобы это не имело какой-то связи. В первую очередь, конечно, должна быть идентичность художника, либо его отношение к этой среде. Религиозной, или этнической, или географической. Но связь должна быть. И произведение им создано, все равно может быть какой-то иллюстрацией в той или иной стороне этой жизни, о которой мы говорим. Продолжение следует...